привет друзья имя павла деревянка хорошо известно любителям отечественного кино и театра режиссер уже давно считают его универсальным актером ведь он может работать в любом амплуа он может легко сыграть любого героя изобразить драматический или комедийный типаж а такие актеры были востребованы во все времена но перед тем как мы начнем подписывайтесь на наш канал поставьте лайк и запустите видео в соцсетях а далее мы расскажем как живет павел деревянка и сколько он зарабатывает павел родился 2 июля 1976 года в городе таганрог родители актера не принадлежали к людям творческих профессий и мать и отец были простыми рабочими на заводе рос павел со старшим братом александром был непоседлив и мог прогулять уроки часто приносил неуд по поведению как и все чье детство пришлось на советское время актер посещал разные кружки и секции танцевал занимался борьбой и тяжелой атлетикой однако надолго нигде не задерживался по словам актера достигая определенных успехов он терял интерес а потом увлекался чем-то другим павел мечтал о жизни в столице он решил что когда станет взрослым то непременно будет хорошо зарабатывать и сможет облегчить жизнь своим родителям как именно он попадет в москву павел тогда не знал как впрочем и не знал чем он хочет заниматься окончив 10 классов павел за компанию поступил с друзьями в таганрогское кулинарное училище но быстро понял что поваром становиться не хочет и бросил учебу эта история повторилась и в медицинском училище потом павел попробовал выучиться на парикмахера универсала но и эта профессия разочаровала его в итоге в 15 лет он увлекся занятием в районной театральной студии после чего стал студентом театрального училища при таганрогском театре имени чехова во время учебы павел сделал пародийный номер на валерия леонтьева с его популярной тогда песни казанова когда его товарищ работавший в одном из таганрогских баров предложил ему выступить в заведении в новогоднюю ночь он согласился и в течение некоторого времени был танцором в этом баре окончив театральное училище павел поехал в москву и со второго раза поступил в знаменитый театральный институт в гитис вперед с 2002 по 2004 год павел получил возможность проявить свои неординарные таланты более чем в 10 проектах и зарекомендовал себя как актер способный вжиться абсолютно в любую роль так в телесериале участок он сыграл роль фельдшера и встретился на съемочной площадке сергеем безруковым и андреем краско в детективном проекте ленинградский период появился в роли милиционера а компании ему составили александр абдулов и игорь лифан первые работы павла принесли ему известность но всероссийское обожание актер заслужил после выхода в 2005 году комедий на ленты люби меня которая по мнению зрителей поставила его в один ряд со звездами голливудской ленты в джазе только девушки и дастином хоффманом герой которого тоже был вынужден пойти на крайние меры в ленте тутси личная жизнь любимца российских зрителей не менее насыщена яркими событиями чем его творческая карьера с юных лет павел был влюбчив не избавился он от этой черты характера и войдя в зрелый период жизни окончив театральный институт павел вступил в романтические отношения с певицей еленой князевой после разрыва с которой ненадолго впустил в свое сердце телеведущую марию кравцову до 2010 года павел состоял в отношениях с актрисой олеси суцелов sky также подругами актера были девушки не принадлежащие к творческой среде одна из них надежда салтанова была мастером ногтевого сервиса но матерью его детей стала другая женщина начинающая актриса дарья месищева первая дочь актера варвара родилась 2010 году а спустя два года на свет появилась вторая александра в шестнадцатом году в интервью деревянка рассказал что он проживает отдельно от семьи что не мешает ему принимать участие в воспитании дочек и заботиться о них дочери павла их мать живут на даче принадлежащий дарьи которая досталась ей в наследство от ее прадеда авиаконструктора владимира месищева по большой части актер проживает своей московской квартире что объясняется его занятостью в съемках кино и телесериалах актер утверждает что сам ведет instagram страницу именно из нее осенью девятнадцатого года подписчики узнали о том что их кумир приобрел участок на горном антай и планирует построить там дом для всей своей семьи ударе свой бизнес у нее собственная пекарня и кафе который приносит хороший доход своей владелице 2020 году деревянка рассказал о расставании с дарьей конце года он появился на премьере фильма серебряные коньки в одиночестве и поделился журналистами новостью расставаний позже супруга актера эту информацию подтвердила вторую волну популярности павел деревянка получил снявшись комедийном многосерийном фильме от семена слепакова домашний арест вышедший на экраны летом 2018 года в комедийном многосерийном проекте режиссера сергея сенцова дилды первые серии которого были показаны на телеканале стс в октябре девятнадцатого года павел играет роль потерявшего работу из-за буйного нрава менее уважительного отношения к женщинам тренера ковалева партнершами актера играющий роль спортсменок стали дарья урсуляк анна невская и ангелина поплавская на сегодняшний день фильмографии павла деревянка можно насчитать около 70 кино работ которые постоянно пополняются со светланы ходченковой михаэлом ефремовым и ставшим в 2019 году президентом украины владимиром зеленским павел сотрудничал в комедийной картине 12-го года ржевский против наполеона в роли самого себя фильме появился жан-клод ван дам а по-русски голливудский идол произнес всего одно слово кошмар как и гитлер капут проект был встречен в штыки фильмы считаются откровенно плохими примерами кинематографа однако деревянка заявил что нисколько не сожалеет о заработке на подобных картинах что съемки в плохих фильмах не только не смущают его но и держит актера на плаву домашний очаг павла оказался далек от городской черты деревянка показал дом построенный дедушкой дарьи месищевой где проживает его семья и он сам во время самоизоляции после осмотра имения стало ясно что актера есть весомый стимул зарабатывать деньги любыми способами так как на содержание такого особняка наверняка уходит масса финансов на съемки фильмах подобных гитлер капут деревянка явно подталкивает его мечта построить дом на алтай с нуля для своей семьи поэтому достаточно сложно винить павла в попытках заработать как можно больше денег и осчастливить не только себя но и своих домочадцев актер прокомментировал и свое появление видео призывающим идти на выборы губернатора павел деревянка рассказал что в ролике про губернатора остапенко он снялся ради денег кроме того в ролике он не призывает голосовать за конкретного кандидата на такое говорит артист он бы ни за что не пошел деньги нужны так бы не согласился поделился деревянка в интервью актер впрочем остался недоволен гонораром но заплатили нормально могли бы больше после появления видео в деревянка в инстаграме пишут гневные комментарии пользователи обвиняют актера в том что он продался российский актер рассказал сколько стоит его съемочный день павел отметил что зарабатывает порядка 300 тысяч рублей сумма варьируется сам актер в ходе откровенного разговора признался что деньги он привык тратить также активно как и зарабатывать деревянка подчеркнул что живет по принципу отдавать и получать и такой жизненный подход делает его по-настоящему счастливым в российском шоу-бизнесе актер снискал славу короля вечеринок знаменитость действительно регулярно устраивает пышные праздники на свой собственный день рождения эту традицию павел поддерживает со своего 30-летия а самые сумасшедшие веселые называют вечеринку в честь своих 40 лет помня о суевериях связанных с празднованием сорокалетия деревянка решил отметить свой сороковой день рождения через 40 дней после самой даты отметить юбилей актер решился в 30 километрах от москвы организовав вечеринку в космическом стиле это было очень здорово были футуристические дома 3 танцпола больше 200 костюмов делится впечатлениями деревянка праздник посетила более 100 гостей а сам павел за эту ночь сменил несколько костюмов один из которых был шит на заказа 70 тысяч рублей на организацию торжества такого масштаба павел потратил огромную сумму около 20 тысяч долларов при этом стоимость праздника могла бы оказаться гораздо выше если бы не множество скида которые были сделаны для знаменитости интересно что после такого торжества состоявшегося четыре года назад павел пока больше ни разу не организовывал шумных праздников за эти четыре года у меня не возникло желание устроить такую грандиозную вечеринку отмечает деревянка если вам понравилось видео вы еще не подписались то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях в следующих выпусках будет много интересного до скорых встреч пока